Дрессировщики Анимация в России возникала несколько раз, породив целую путаницу по поводу того, какой момент называть точкой отчета. Долгое время первым мультипликатором у нас считался Владислав Старевич, но из-за того, что он позже эмигрировал во Францию и успешно там работал, искусствоведы запутались в том, какой стране его причислять. Тогда первыми мультфильмами стали считать эксперименты Юрия Меркулова и Даниила Черкеса и их анимационные агитплакаты 20-х. А в 1995 году искусствоведам пришлось заново взглянуть на историю мультфильмов. Киновед Виктор Бочаров обнаружил никому до этого неизвестные фильмы Александра Ширяева, сделанные еще в 1906 году, то есть раньше всех. С этой точки и начнем. Александр Ширяев был балетмейстером. В одной из своих заграничных поездок он приобрел камеру и привез ее с собой в Россию, чтобы снимать в домашних условиях танцевальные номера. С этой идеей он обратился в дирекцию императорских театров, но ему отказали и запретили снимать танцовщиц. Мало ли, с какой целью он зовет их к себе домой. Именно тогда он и начал создавать свой архив, обнаруженный спустя почти 90 лет. Вместо настоящих танцовщиц он снимал кукольных, построил у себя дома небольшую декорацию и покадрово выставлял на куклах в движение. Либо зарисовывал смену пост кукол и позже снимал. Таким образом он делал рисованные и кукольные мультфильмы, никому не показывал их, ведь цель их создания была иной. Первый российский аниматор свое грандиозное изобретение использовал для того, чтобы репетировать балет. Он просто рисовал, а затем снимал раскадровки номеров, которые собирался ставить. Интересно то, что его никому неизвестные фильмы были в сущности не только началом анимации, но и началом кинематографа в России. Он опередил официальный первый российский художественный фильм «Понизовая вольница» на два года. При этом об этом никто не знал. Так же, как и Владислав Старевич, чьи анимационные опыты тоже начинались случайно с другого интереса. Только он хотел снимать у себя дома не танцовщиц, а жуков. Настоящих живых жуков. Старевичу хотелось снимать натуралистические документальные фильмы. В этом ему помог Александр Ханжонков, режиссер, меценат и владелец студии, оказавший в свое время большое влияние на развитие нашего кино. В отличие от дирекции императорских театров, не разрешавшей Ширяеву снимать балерин, Старевичу, обратившемуся к Ханжонкову со своими идеями, повезло. Ему дали камеру с условием, что все материалы он отдаст студии. И когда его первые документальные фильмы были сняты, начинающему кинематографисту поверили и предоставили свободу действий. Ничего не предвещало превращение натуралиста в мультипликатора, пока однажды, во время съемки наблюдения за битвой жуков-рогачей, Старевич не обнаружил, что его актеры наотрез отказываются драться. Жуков усуплял осветительные приборы, и сцену никак не удавалось снять. И тогда будущий аниматор придумал неожиданное решение. Он заменил живых жуков мертвыми. К натуральным панцирям рогачей были приделаны проволочные детали, помогающие менять их позы, и битва была отснята покадрово, став вместо документальной – анимационной. Эксперимент удался, и Владислав Старевич снял свой следующий фильм «Прекрасная люканида» или «Война усачей с рогачами». Премьера фильма состоялась 8 апреля 1912 года. Пародия на рыцарские романы, где очень правдоподобные жуки играют как настоящие актеры, и она произвела фурор. Вот именно тогда и пошли слухи о невиданных чудесах дрессуры. В дальнейшем фигура Старевича все время будет окружена тайнами. В свое время он был единственным в стране мультипликатором и не оставил никаких учеников. Прежде чем уехать в эмиграцию, он успел снять в России еще несколько фильмов. «Месть кинематографического оператора», «Стрекоза и муравей», «Рождество у обитателей леса», «Веселые сценки из жизни животных». В 1919 он эмигрирует во Францию, где в 1923 году выходит его полнометражный фильм «Рене Келис» или «Роман о лисе». Здесь вместо жуков играют большие и антропоморфные куклы-звери. Фильм знаменателен тем, как в нем сделана мимика персонажей. Для этого Старевич изготовил огромное количество сменных масок, позволяющих передавать мельчайшие нюансы эмоций героя. Дрессировщика жуков полюбили во всем мире, и даже сам Уолт Дисней сказал про него «Этот человек обогнал всех аниматоров мира на несколько десятилетий». Российская анимация, оставшись без своего на тот момент единственного режиссера, на несколько лет прекратила свое существование. Все пришлось делать заново. В начале 20-х годов художники Юрий Меркулов и Даниил Черкес начали оживлять изображения для агитпоездов. Анимация на этот раз была выполнена в другой технике, с помощью вырезанных из бумаги силуэтов, марионеток. Первые такие куклы были малоподвижны, и в дальнейшем их научились делить на мелкие детали, что давало большую свободу движения персонажам. Именно так появилась техника перекладки, с помощью которой в дальнейшем будут работать самые разные мастера мультипликации. В 1923 году, в будущем в ГИКе, а тогда техникуме кинематографии, появилась экспериментальная мастерская по мультипликации, созданная тем же Юрием Меркуловым и его коллегами-художниками, выпускниками в Хутемасо, Николаем Ходотаевым и Зеноном Комиссаренко. Именно там они создали свой первый настоящий мультфильм «Межпланетная революция». Изначально он был задуман как анимационная часть для готовящегося в то время фильма Якова Протазанова «Аэлита». Но режиссер не принял работу молодых мультипликаторов, на что они обиделись и решили самостоятельно выпускать пародию на «Аэлиту». А в том же 1924 вышла «Межпланетная революция». Выходит и рисованный анимационный фильм будущего легендарного документалиста Дзиги Вертова «Советские игрушки». С него начинается целая вереница сатирических, общественно-политических и социальных фильмов. В 1925 году выходит полнометражный мультфильм этой же направленности «Китай в огне». На нем работали будущие звезды анимации Иван Иванов Вано, сестры Брумберг, Владимир Сутеев и Ольга Ходотаева. А с 1927 года начинают выпускать и детские мультфильмы. Трудно поверить, но до этого времени вся наша мультипликация была взрослой. И только фильм «Каток» Юрия Желебужского открыл дорогу новому направлению, которое вскоре прочно укоренится, заслонив взрослые истории. Все те же люди, работавшие над социальными фильмами, начинают свой путь в детской анимации. В 1928 году Зинаида и Валентина Брумберг, Ольга и Николай Ходотаевой снимают вместе фильм «Самоедский мальчик», основанный на образах в эстетике искусства северных народов. 30-е годы стали временем перемен, экспериментов и открытий. В 1933 году в кинотеатре «Ударник» проходил фестиваль кино, на котором были показаны картины Уолта Диснея про Микки Мауса и фильмы из цикла «Забавные симфонии». Советские мультипликаторы были поражены. Это было невиданное ранее качество анимации, проработки, движения, характерности и пластики. Им, привыкшим к агиткам и шаржам в анимации, стало понятно отставание своей страны и захотелось перенять опыт зарубежных коллег. Говорят, что даже Сталину понравились американские персонажи, и он призвал аниматоров создавать своего советского Микки Мауса, национального мультипликационного героя, который мог бы переходить из фильма в фильм. Перед анимационными студиями открылись возможности в обучении. Виктору Смирнову, на тот момент возглавлявшему кинофабрику «Союз кино», это будущий Мосфильм, было поручено важное задание – отправиться в США, учиться на студии Диснея и перенять опыт, чтобы привезти его назад в свою страну. Смирнов становится президентом Нью-Йоркской корпорации «Амкино» и помогает СССР и США обмениваться фильмами, а еще и сам изучает анимации у Диснея. В 1934-м он возвращается и привозит в советскую страну новую мультипликационную технологию – целлулоид. До этого все мультфильмы были рисованными, бумажными или кукольными. Теперь аниматоры учатся работать как Дисней. Смирнов организовывает свою студию, обучает людей и сам создает фильмы в самых разных жанрах, в основном подражающие производителю Микки, Дональда и Гуфи. В это же время происходят и другие эксперименты. В 1935-м Александр Потушко снимает «Нового Гулливера» – фильм, где совмещалось игровое кино и анимация. Вместе с актером играло огромное количество кукол, изображавших лилипутов. Фильм имел грандиозный успех во всем мире. В том же году наш соотечественник Александр Алексеев, эмигрировавший, как и старевич во Францию, патентует новую анимационную технологию – игольчатый экран. В 1933-м году он выпустил фильм «Ночь на Лысой горе», сделанный с помощью своего изобретения. Игольчатый экран – это такая белая плоскость, в которую вставлено множество одинаковых крохотных игл, двигающихся сквозь нее. С помощью специальных кистей и инструментов художник выдвигает нужные иглы в ту или иную сторону, и это дает глубину и объем изображению, и позволяет играть со светотенью. В те же 30-е на территории СССР изобретают еще одну уникальную технологию – бумажный звук. Из бумаги вырезался силуэт графического изображения звуковой дорожки и накладывался в мультипликационном станке на специальную дорожку на пленке, рядом с изображением. Все это фотографировалось и воспроизводилось, то есть теперь кинопроектор считывал нарисованный звук, который на самом деле никто не играл. Это было что-то вроде будущего синтезатора. Одним из немногих художников, работавших с бумажным оркестром, был Николай Воинов. Одной из самых интересных его работ стал фильм «Танец ворона», где пластика движения персонажа сочетается с пластикой нарисованного звука. Именно эти опыты Воинова и его книга по работе мультипликатора с бумажным звуком вдохновили легендарного Нормана Макларена на эксперименты с анимацией, нарисованной поверх пленки. Следующим знаковым событием в истории отечественной мультипликации становится появление студии «Союз Дед Мультфильм». В 1936 году все анимационные студии объединяют в одну. Направление выбирают «Детское». Впрочем, слог «Дед» уже через год выпал из названия, но взрослые фильмы на студии появились гораздо позже. Первым мультиком студии становятся картины Дмитрия Бабиченко и Александра Белякова «В Африке жарко». А в следующем году на студии начинают выходить первые цветные мультфильмы, например «Сладкий пирог», также Бабиченко и Белякова, или «Лиса и волк», Сары Мокель. Еще через год «Союз Мультфильм» начинает использовать технику, которую в то время активно начинал внедрять в свои фильмы «Дисней» – «Ротоскоп» или «Эклер», когда сначала на пленку снимают настоящих актеров, а потом обводят получившееся изображение. «Ротоскоп» придумал еще в 1914 году Макс Флейшер, автор знаменитой «Бетти Бу». Но особенно широко его начинают применять уже в конце 30-х на студии Уолта Диснея. Так сделаны «Золушка», «Алиса в стране чудес» и другие. А на «Союз Мультфильмы» метод назвали словом «Эклер» не в честь пирожного, а в честь названия аппарата для «Ротоскопирования» и только-только начали изучать и применять. Самые главные шедевры, выполненные здесь в этой технике, выйдут в 50-е годы, но о них чуть попозже. «Союз Мультфильмы» еще предстояло пережить войну. В 1941-м Владимир Сутеев накануне ее начала выпускает «Муху-цокотуху». Вскоре ему предстоит делать совсем другие картины. Детскую студию переориентируют обратно к созданию агитационных и учебных военных фильмов. Часть студий эвакуируют в Самарканд, в чем им помогает Виктор Смирнов, которого в 1936 году отстранили от руководства из-за разногласий с коллективом, а теперь вернули. В Узбекистане к штату студии присоединяются некоторые режиссеры слинфильма. Картин выпускается намного меньше, часть работников студии уходит на фронт. И при этом детские фильмы выходят все равно, несмотря ни на что. «Краденое солнце», «Лиса», «Заяц» и «Петух», «Сказка о царе Салтане», «Синдбад в мореход», «Телефон», «Елка» и многие-многие другие. Зато после войны начинается настоящий расцвет анимации в СССР. «Союз Мультфильм» начинает искать свой язык, уже не диснеевский. Теперь своеобразным будет все, даже помещение студии. Мультипликаторы расположились в здании бывшей церкви Николая Чудотворца, чьи высокие потолки идеально подходили для профессионального оборудования и станков. Удивительно, но именно студия детской мультипликации принимает к себе на курсы бывших фронтовиков, не знающих в чем и где найти место в жизни. Эти израненные люди будут создавать самые добрые и светлые картины, которые войдут в историю. Владимиру Дегтяреву, художнику, потерявшему на войне правую руку, пришлось учиться рисовать заново левой рукой. Он создает фильмы «Гадкий утенок», «Чудесный колодец», «Кто сказал мяу», «Паровозик из Ромашкова», «Пересолил» и многие другие. Александр Винокуров, это художник на фильмах Льва Атаманова, Бориса Дежкина и многих других, вернулся без одного глаза. И таких с разными увечьями было много, и при этом они не только делали отличное кино, но и оставались веселыми людьми. «Союзмультфильм» хранит множество баек про компанию одноглазых и одноруких аниматоров-фронтовиков, которых незнающие люди боялись и принимали чуть ли не за пиратов, когда они вместе шли куда-нибудь и разыгрывали людей. Борис Дежкин, оставшийся во время войны в Москве, когда студия еще не была эвакуирована, спас жену во время бомбежки, закрыв собой и потерял глаз. Так же, как и его соратник по фильмам художник Александр Винокуров. Дежкин – человек невероятной силы, постоянно в движении, очень быстро работал, брался за множество проектов, удивлял окружающих своими акробатическими фокусами. Он передавал своим персонажам интересную и живую пластику. Он автор легендарных мультфильмов о спорте и не только. Движение его героев вы узнаете сразу. Необыкновенный матч, Шайбу-Шайбу, Старые знакомые, Чиполлино и другие. Другой фронтовик Лев Атаманов стал как раз тем человеком, кто вывел технологию Ротоскоп в СССР на новый уровень. Так сделаны его самые культовые фильмы, любимые многими людьми. Включая легенду японской анимации Хаяо Миядзаки. Снежная королева, Оленький цветочек, Золотая антилопа. В них снимались советские актеры, движения которых перерисовывались с мельчайшими подробностями. Именно поэтому эти персонажи кажутся такими живыми. Его снежная королева, благодаря которой Миядзаки выбрал свою профессию, считается одним из самых популярных за рубежом российских мультфильмов. Он получил первые премии в Каннах и Венеции. Это время рождения настоящих легенд анимации. Еще один фронтовик Роман Качано в 1967 году создает кукольный мультфильм «Варежка». А через пару лет один из самых популярных и любимых российских мультсериалов «Крокодил Гена». Точнее, это был не сериал, а первый фильм из четырех продолжающих рассказывать придуманную Эдуардом Успенским историю о всем нам знакомой компании. Успенский подарил миру анимации еще многих культовых героев, а вот внешним обликом ожившие на экране герои «Крокодила Гена» обязаны художнику Леониду Шварцману. Да, именно он придумал того самого Чебурашку таким, каким его любит весь мир. Говорят, что на создание облика самых разных персонажей Шварцмана вдохновляют все окружающие его люди. Ему достаточно найти какую-то нужную деталь в образе реального человека, и дальше, отталкиваясь от нее, он находит все остальное. Поэтому, несмотря на то, что во многих его героях запрятано что-то от окружающих, найти прототипы в персонажах будет очень сложно. Это не портретное сходство, но своеобразная игра. Например, говорят, что в той самой «Снежной королеве», где Леонид Аронович был художником, он спрятал в образах разбойников своих коллег по Союзмультфильму. Гена и Чебурашка, конечно, не единственные культовые герои того времени. В конце 60-х на экраны страны начинают выходить многосерийные фильмы, которые вскоре надолго станут всенародно любимыми. Мечта о том, чтобы найти своего советского Микки Мауса, героя, переходящего из фильма в фильм, начинает сбываться именно сейчас. В 1968-м выходит первая из двух частей о «Малышей Карлосине» Бориса Степанцева. А в 1969-м одновременно с Чебурашкой выходит первый мультфильм из цикла о Винни-Пухе, снятый Федором Хитруком, и пилот будущего сериала «Ну, погоди!» Геннадия Сокольского. Причем первая серия «Приключений волка и зайца» была на тот момент частью, опять же, первого альманаха «Веселая карусель». Еще одна многосерийная история, просуществовавшая много лет и возрожденная в нынешние времена. Художественным руководителем того выпуска был Роман Качанов. А вообще 60-е годы еще с самого своего начала ознаменовали совершенно другой этап в развитии анимации. Сестры Брумберг, Валентина и Зинаида в 1961-м снимают один из самых важных своих фильмов – «Большие неприятности». Сатирическая история о ребенке, по-своему понимающем странные фразы взрослых, построенная на игре слов и образов, стала первой историей не для детей и показала, что аудитория Союза мультфильма может быть шире. А в 1962 году выходит еще один фильм для взрослых, навсегда перевернувший стилистику анимации и открывший совершенно другой этап в ее развитии. Это фильм «История одного преступления» Федора Хитрука. Это было не похоже ни на что из того, к чему привыкли в СССР. Совмещение техник, рисованные анимации и перекладки, полеэкран, лаконичность и минимализм в деталях. Отчасти он был вдохновлен европейским кино и экспериментами хорватской студии «Загребфильм», в то время выпустившей свой знаменитый «Суррогат». И при этом не похожий больше ни на кого и ищущий свой почерк, фильм «Хитрука» дал совсем новое направление развитию советской анимации. Дальше начинается интереснейшее время, подарившее нам огромное количество имен, непохожих друг на друга и уникальных. Андрей Хоржановский снимает фильмы «Жил-был Казявин», «Стеклянная гармоника», «Дом, который построил Джек», «Чудеса в решете». Работавший в 60-е художником на фильмах «Хитрука», «Качанова» и других, Юрий Норштейн в 70-е приходит в режиссуру и выпускает фильмы «Лиса и заяц», «Сапольный журавль», «Ежик в тумане» и «Сказка сказок». Эдуард Назаров создает фильмы «Бегемотик», «Принцесса и людоед», «Жил-был Пес», «Путешествие муравья», а Александр Татарский в 1981 году выпускает «Пластилиновую ворону», которая казалась настолько непривычной и непонятной, что ее чуть было не положили на полку. И только благодаря передаче «Кинопанорама» и смелости ее автора Ксении Марининой и ведущего Эльдара Рязанова, пустивших фильм в эфир, эта работа увидела свет и произвела настоящий фурор. Пластилиновая анимация снова переворачивает с ног на голову все представления зрителей и авторов мультипликации. А Татарский в 1983 году выпускает свой следующий фильм «Падал прошлогодний снег». Мультипликации экспериментируют с разнообразными новшествами и необычными материалами. В 1988 году фильм Гарри Бардина «Выкрутасы», сделанный из проволоки, получает золотую пальмовую ветвь в Каннах. А Александр Татарский в том же году основал свою собственную первую независимую студию «Пилот». Как раз тогда для союза мультфильма и анимации в целом начинаются непростые времена. Хаос, пришедший в страну в 90-е, расшатывает и анимацию. Фильмов выпускается мало, на союз мультфильм и происходит смена руководств, сотрудники массово уходят со студии. Мультипликаторы по сути становятся сами за себя и ищут возможность жить и заниматься творчеством как могут. Они снимают рекламы, клипы делают фильмы самостоятельно. Студия «Пилот» живет своей жизнью. Александр Татарский и Игорь Ковалев выпускают здесь экранизацию истории Эдуарда Успенского, свою знаменитую серию о братьях-сыщиках, появившихся еще в 1986 году в фильме «Следствие ведут колобки». А затем ставших братьями-пилотами. Студия становится оазисом для всего свободного и интересного и дает возможность заявить о себе новым самобытным режиссером. Здесь выпускают свои фильмы Иван Максимов, Константин Бронзит, Михаил Алдашин и другие. Еще одним оазисом становится школа-студия «Шар», которую при поддержке Госкино на базе высших курсов сценаристов и режиссеров в 1993 году открывают Федор Хитрук, Эдуард Назаров, Юрий Норштейн и Андрей Хоржановский. Школа одновременно обучает и выпускает новое поколение молодых мультипликаторов и как студия тоже дает возможность режиссерам снимать кино. Здесь снимают свои фильмы Алексей Демин, Александр Петров, Валентин Ольшфанг и многие другие. В 2004-м Александр Татарский придумывает грандиозный проект, который становится своего рода глотком кислорода для российской мультипликации. Это альманах сказок народов России «Гора самоцветов». Татарский приглашает к нему самых разных мультипликаторов и в один только первый сборник входит 11 фильмов, затем он начинает выходить каждый год. Альманах становится настоящей кузницей талантов. В нем виден индивидуальный почерк самых разных режиссеров, объединенных сказками. Своеобразную эстафетную палочку у него перенимает проект Елизаветы Скворцовой «Колыбельная мира», где каждая серия – это экранизированная песня. 2000-е становится временем, где уживаются многосерийность и короткометражность анимационного кино. Выходят первые сериалы, смешарики, а затем «Маша и Медведь». Фильмов становится больше, но со временем появляется новая проблема. Современная российская мультипликация словно разделилась на два лагеря – коммерческий, сериальный и авторский и фестивальный. Из кинотеатров, из экранов телевизоров почти исчезли короткометражные анимационные фильмы. Массовый зритель снова стал воспринимать мультфильмы как историю исключительно для детей, потому что большей части всего, что происходит во взрослом разнообразном мире авторского кино, попросту стало трудно выйти к зрителю. Все свободные фильмы переселились в мир фестивалей, о которых даже сегодня знают далеко не все. А на широкую аудиторию выходят только детские сериалы и изредка полнометражные мультфильмы. В самом бедственном положении оказалась кукольная анимация. В 1993 году кукольное отделение «Союзмультфильмы» лишило своего помещения. Они располагались тоже в церкви, но в другой. С тех пор возможностей у аниматоров-кукольников стало очень мало. Фильмы стали выходить крайне редко. Сейчас это направление стараются возрождать, иногда своими силами. На некоторые проекты деньги собирают с помощью краудфандинга. За последние годы, наконец, появилась надежда. Деньги на проекты, пусть и небольшие, но все-таки выделяются. Фестивали и студии помогают жить интересным короткометражным мультфильмам, и о них начинают все больше узнавать зрители. И в то же время растет количество студий, производящих сериалы, а значит, проектов будет становиться все больше, и будет больше шансов выстрелить необычным идеям. Пока еще интересные сериалы появляются не всегда. Современная анимация просто связана по рукам и ногам. Свобода мультипликаторов сталкивается со страхом коммерческого провала студий, которые в большинстве своем окупают сами себя, и часто боятся рисковать и браться за оригинальные идеи. А телеканалы опасаются того, не захотят ли повторить увиденные дети, из-за чего часто все стараются пригладить и усреднить. Об этом недавно говорилось на Суздальском фестивале, где прошел круглый стол, на котором обсуждались проблемы современной анимации. Мультипликация – одна из сфер искусства, требующих наибольшего количества времени и возможности долго и кропотливо делать свой труд. Современная анимация пока еще с трудом привыкает к бешеным темпам новой жизни, никогда еще фильмы и сериалы не приходилось снимать так быстро. Но нас окружают талантливые режиссеры и художники, об этом явно свидетельствуют современные фестивали, о которых сейчас все больше узнают зрители. Российские мультфильмы имеют успех на зарубежных фестивалях, сериалы переводят на другие языки и показывают во всем мире, а студии набирают обороты. На том же Суздальском фестивале в последнее время в номинации «Анимационный сериал» появляется все больше и больше ярких проектов. Так что, возможно, нас ждет много всего интересного впереди. А на этом у нас на сегодня все. Смотрите крутую анимацию, ищите и открывайте для себя новые имена. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк этому видео, не скучайте. Всем пока.